Самый обсуждаемый вопрос повестки дня – капитальный ремонт жилых домов и снос ветхого и аварийного жилья в Бердске. Закон позволяет, например, если дом в состоянии, в таком, что какой-то элемент является аварийным, крыша, коммуникации, подвал, то у жильцов есть такой шанс, шанс есть, сделать экспертизу, где будет указано, что элемент находится в аварийном состоянии, и обратиться в правительство, для того, чтобы у дома придвинуть срок капремонта. Как отметили специалисты управления ЖКХ города, в Бердске немало аварийных домов, однако собственники требуют провести ремонт этих зданий вместо того, чтобы признать их аварийными. Ленина 27. У нас, согласно жилищному кодексу, дома, в которых менее пяти квартир, они исключаются из капитального ремонта. Там четыре. В этом доме четыре квартиры, но при этом фонд не исключает его из капитального ремонта. Да, там есть собираемость, но собираемость там около 60% от той суммы, которую они должны были заплатить. Было отмечено, что с 2007 года в Бердске реализуется федеральная программа по переселению жильцов из аварийного жилья. За это время было расселено 78 многоквартирных домов. 1672 человека стали собственниками нового жилья. Мы с удовольствием в этом программе участвуем. Это один из возможностей развивать, давать работу бизнесу и людей, скажем так, предоставлять жилье более комфортное, более безопасное. Было принято решение, чтобы депутаты на местах провели общие собрания с собственниками аварийных домов и домов, находящихся в списках на проведение капремонта по вопросу о собираемости средств на ремонт и признание жилья аварийным. Еще одним вопросом повестки дня заседания было утверждение отчета о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования контрольно-счетной палаты Бердска за 2020 год. Также народные избранники включили депутата Елену Белову в состав комиссии по присвоению звания почетный гражданин города Бердска.